Один из 12 самых значительных торжеств церковного года для Карачаевского Благовещенского храма – престольный праздник. И хотя строительные работы здесь еще не полностью завершены, к этому дню было сделано все, чтобы внутреннее убранство церкви предстало участникам праздничной службы во всем великолепии. Очертания Благовещенского храма уверенно вписались в карачаевский пейзаж, а вот колокольный звон оживляет размеренную тишину с недавнего времени. Сегодня звонкий голос нового храма зовет разделить радость светлого праздника с постоянными прихожанами и владыкой, который прибыл сюда на всеночное обдение. Пусть вам во всем небеса помогают, тело и дух будут здравы всегда, радостью светлые глаза засияют, и не придет черный день никогда. И пусть еще не благоустроена территория вокруг храма, и до его полного завершения много работ, но уже сияет отраженным светом фарфоровый иконостас. Звучат слова молитвы, согретые искренней верой тех, кто участвует в службе. Когда я зашла в храм, настолько опустилась вот эта благодать, хотя говорят, что храм намоленный, только когда там часто молитвы проходят. Наш храм новый, но здесь настолько тепло, настолько вот эта божественная благодать и тепло чувствуется, просто переполняет от счастья и радости в этот день. Небесный цвет облачений, пения хора и слова Евангелия, обращенные ко всему миру в общем и каждому верующему сердцу в частности, они отзываются в душах надеждой. Прорастают искренним желанием такого же доверия к Божьей воле, которая явила Пресвятая Богородица. Простыми и короткими словами «Вся раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Ощущение свежести, такой неземной, можно сказать, неземной красоты. Вот небо, белокаменные церкви, вот сейчас такое же ощущение. Это строительство шло трудно, то начиналось, то останавливалось. Приход все годы ютился в помещении, переделанном из бывшего клуба. Да и сегодня настоятель прихода, отец Андреев, сильно ищет способы решения, связанных со стройкой задач. Но сейчас все мирские заботы уходят на второй план, уступая место радостному переживанию Благой Вести. Благодать, которая навеяна самой службой, радостью, общением и то, что труды Твои земные воплощаются. Очень хорошее дело, которое будет служить не только сегодняшнему дню, но и завтрашнему. Те, кому строят завтрашний день, сегодня исповедуются в искреннем желании более не грешить. Именно эта решимость заложена в основании нерукотворного храма, который с помощью Матери Церкви каждый строит в своей душе. Надежда Печоркина, Татьяна Стофеева, Горник, Маргарян, телевидение «Импульс» специально для телеканала «Союз». Татьяна Стофеева, Горник, Маргарян, телевидение «Импульс» Татьяна Стофеева, Горник, Маргарян, телевидение «Импульс»